приветствую вас мои друзья с вами антонина и сегодня у нас второй прогноз на ноябрь месяц 2019 года для знака зодиака весы но как всегда в начале я говорю на те дни и как движется планета на что нужно обратить внимание в течение месяца главной темой будет то что планета марс весь ноябрь будет влиять на нас создавая напряжение это красная планета которая действительно создает напряжение чтобы как-то марса перехитрить одевайтесь красной одежды и конечно же все напряжение будет крутиться вокруг финансов планета уран планета неожиданностей и больших денег она тоже в ретроградном движении будет до 11 января 2020 года и планета меркурий которая отвечает за договора и контакты и контракты скажем в ретро движение до 21 ноября поэтому важные покупки важные как перспективные планы которые намечаете не совершайте до 21 ноября отложите их присматривайте скажем пока думайте рассматривайте предложение но крупные приобретения или еще что там или телефон или компьютеры или автомобили не делайте этого до 21 ноября чтобы потом не вскрылись скрытый брак и либо разочарование в цене потом увидеть что это можно было купить дешевле ну вот такой совет от звезд как поступать конечно слушайте интуицию слушайте свой разум но тем не менее планеты которые я перечислила они замедляют все вопросы и дела поэтому не разочаровывайтесь дорогие мои весы вы такие у нас нежные вами управляет планета венера вы такие у нас обаяшки и очень ранимые поэтому не не делайте из мухи слона а просто переждите и знаете что вы же услышали мой прогноз и знаете что до 20 ноября не нужно совершать никакие покупки и сделать это провокации планет поэтому вы вспомните вот этот прогноз и не конфликтуйте финансовых вопросов я повторяюсь это не случайно потому что в ноябре для всех вопрос в для всех весов ноябре жизненными важными вопросами будут крутиться вокруг финансов это неожиданные траты расходы возрастут возможно поездки или дети скажут вот туда-то туда-то нужные деньги и вам приходится например вкладывать на учебу или еще куда то то есть неожиданные траты будут преследовать просто вас и но в конце месяца эта ситуация поменяется тогда когда солнце войдет ваш третий дом и вашего гороскопа и тогда как новые люди появится ваша коллектива например что будет интересно общаться новые знакомства и как бы но очень обратить внимание на то что для вас раскроется какая-то тайна вы узнаете что-то такое какая-то информация придет а ну я не могу сказать она будет приятная или неприятная что подтолкнет вас весов на некие действия на те которые вы давно не могли решиться например уехать другой город жить или отправиться в путешествие вот может быть здесь по я по я понадобятся деньги да потому что предложение какие-то поступит потому что вы станете яркими привлекательными деловитыми и как бы у вас по я к вам потянутся люди клиенты появится покупатели появится и пока как бы покровители может быть появится вот из числа новых знакомств работы много прибавится потому что когда солнце в третьем доме все крутится вокруг деятельность то есть просто будете как в делах что надо успеть успеть составьте график тогда вот но в семье возникнут недопонимания здесь может присутствовать некий обман который вот раскроется особенно на материальной почве так что будьте внимательны и решение принимайте после 21 ноября потому что что-то тайны у вас откроется и тут может быть и радостные и могут быть и разочарования потому что меркурий это информация она все-таки ретроградные то здесь мы от нее можем ожидать чего угодно от этого меркурия вот а какой совет от карт получим для весов мы сейчас узнаем первая карта удивительно а эта карта карта бога хорошая карта сейчас я и про него вам расскажу но это заботы которые вот я говорю они будут преследовать и карта сила вам вышла весы начнем с первая карта эта карта не бога эта карта иерофан я я думал император в очках это не успела прочитать эта карта иерофант это священник это карта как бы может быть у вас покровитель священник или молитва которую будете произносить и читать выберите заранее себе молитву с которой вам в ноябре придется двигаться потому что здесь вы про будете просить небеса чтобы небеса вас благословили на что-то но здесь я много вопросов связанных будет с ребенком может быть лечение какое-то может быть здесь уколчики поделать потому что но это информация то есть здесь я хочу сказать так как меркурий ретроградный не спешите делать диагноз ребенку потому что этот диагноз не подтвердится но лечение придется в ноябре все-таки месяц такой вирусный и берегите своих детей одевайте теплее все-таки какие-то препараты уже принимаете которые укрепляют иммунитет ну вот здесь на это следует обратить внимание чтобы не было потом длительного лечения но эта карта иерофанта то здесь равно то о чем вы просили то о чем вы молились здесь карта священника дает вам благословение потому что эта карта как я сказала бога но это посредник бога священник и здесь вам какой-то какая-то информация придет от священника и сходите в церковь пообщайтесь со священнослужителями может быть они вам какую-то идею дадут вам в голове что белый ангел может через священник вам даст информацию и поддержка какую-то получите от священника то есть он укрепит ваши силы и вот эта карта сила и то что он вам предложит то что он вам подскажет на это надо обратить внимание это будет полезно и вам и вашим детям и здесь то есть не проходите мимо храма зайдите в храм пообщайтесь и для как поставьте свечки для здоровья вашего для укрепления вашей семьи то есть укрепите силами того быка который сейчас а на храпом напором и движется на вас у вас сил полно весы и вы справитесь с теми задачами но здесь вам нужна поддержка высших сил то есть молитва или молитва или афирмация потому что вот это вот все таки информация это слово может быть дети как нуждается вашей поддержки ваше одобрение вашего вашим словом и благословение может быть просят дети то есть как бы здесь много можно интерпретировать и говорить в плане того что с каким событием вы столкнетесь но они будут все таки крутиться вокруг семьи вокруг вашего как информационного поля да и здесь все таки вам придется взять быка за рога вашими действиями вашим поток поступками надо остановить этого быка то есть то что у вас не продвигалась в жизни продвинуть сможете только вы вашими действиями а для того чтобы поручиться у небес а то есть пообщайтесь со священнослужителями они может быть вас на какую-то идею подтолкнут потому что вы устали устали от того что в вашей жизни что-то не получается поэтому вы здесь молитесь внутренне ведь и на коленях взмаливаете высшие силы чтобы они вам помогли вы сильные вам просто нужна поддержка словесные вам и вашим для начала нового проекта который вы хотите запустить вашей жизни вот такие карты вам вышли и и спросим совет о карта ангелов какая карта вам здесь выпадет дорогие мои весы мы сейчас узнаем пашкубков и видите здесь вот все таки ангелы вас вам здесь какой-то друг давний друг по которым может быть вы и не думали потому что он сзади до какой-то друг вам в этом поможет он давно может быть вам предлагает какую-то поддержку или информации или это брат или там можно сказать что может быть вы учились вместе в школе или в институте да и давний друг который вам протягивает руку помощи а потому что здесь чаша или в вашей жизни появится новый человек который вас поддержит в ваших особенно это касается свободных весов которые ждали такого человека и он вашей жизни появляется может быть вы не сразу в нем разглядите что этот человек видит вас например как сексуального партнера потому что здесь чаша это искренне это надежный партнер на котором можно положиться чаша у нас это солнечный сплетень и все идет через чашу вы понимаете что это человек надежный который вам протягивает руку а и поддержку ваших сложных ситуациях и это послание небес это то как раз то что первосвященнику вы просите о помощи этот вот да и он слышит вас и посылает вам здесь земного помощника небеса вам посылает человека на которого можно положиться искренне но он здесь золотой чаши он может здесь помочь вам и финансово и то есть слушайте посмотрите торопрогноз белых ангелов что белый ангел сейчас вышел из знака девы 13 октября и перешел в знак весов через кого будут эти ангелы разговаривать с вами то есть какое послание какую информацию вы будете получать и посмотрите это видео сюжет заходите в плейлисты кто не подписан на мой канал подписывайтесь потому что впереди новогодние праздники я буду еще много рассказывать по поводу того что можно как-то изменить свою жизнь и как это сделать вот поэтому смотрите что какие люди к вам сейчас приближаются какие предложения вам делают и это как именно послание небес вам для новых начинаний потому что как было уже не будет всегда жизнь нам предлагает что-то новое вопрос только в том что брать или не брать уже решать вам слушайте интуицию вот вот такой совет от карт мы получили сегодня для весов я искренне вам желаю чтобы вы разобрались в том чему вы стремитесь и сделали правильный выбор всем пока до новых видео в этом видео